Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, нужна ли государственная регистрация брака. Этот сюжет является продолжением целой серии обзоров, посвященных созданию семьи, разведенкам с прицепом и отношениям между мужчиной и женщиной. Сразу хотелось бы оговориться. Те сюжеты, вся серия практически, особенно сюжеты о разведенках с прицепом, вызвал колоссальный акт дефекации в интернете. В основном акт совершали сами разведенки. Самое главное, что на поверку образовавшиеся массы в результате этих действий оказались сплошь состоящими из кирпичей. Поэтому, если вы разведенка с прицепом, если у вас слабые нервы, то сразу закройте это видео. Потому что стране нужны ваши рекорды, стране нужны стройматериалы, но все-таки поберегите свои нервы. И, соответственно, лучше не смотреть этот ролик. Дальше. Переходим к существу вопроса. Постараемся рассмотреть институт брака хотя бы с четырех аспектов основных. Это исторический, моральный, юридический и богословский. Максимально широкое рассмотрение, насколько это можно сделать в коротком ролике. Итак, исторический аспект. Современный институт брака возникает в 1917 году, сразу после Октябрьской революции. По крайней мере, в современном виде. Государственная регистрация брака приходит на смену церковному таинству венчанию. Соответственно, функции церкви передаются государству, органам ЗАГС. А из института брака полностью вымарывается его сакральная составляющая. То есть составляющая именно церковная, богословская составляющая. Примечательно, что в это же время осуществляется политика коллективизации в Советском Союзе, в Советской России еще. Политика раскулачивания. И здесь очень хорошо вспомнить Шарикова, полиграфа Полиграфовича из «Собачьего сердца». С его знаменитым «Взять все да поделить». Знаковая фигура, на самом деле, для России. Знаковое высказывание. И как раз та политика, которая происходила с 1917 года и в 1920 годы, она была последовательной во всех отношениях. И в гражданских отношениях, и в уголовных, и в плане гражданского оборота. То есть нельзя считать, что что-то делалось так, а что-то делалось прямо противоположно. То есть, в принципе, канва была соблюдена единая. Поэтому мы сейчас просто запомним вот этот момент, что коллективизация, раскулачивание примерно возникает тогда же, когда и современный институт брака. И скажем лишь то, что взять все да поделить всегда будет выгодно той стороне, которая в создание этого всего вложилась меньше 50%. А наиболее выгодно это будет тому, кто не вложился вообще нисколько. К тому же, кто больше 50% вкладывает в создание чего-либо, делить это пополам, нерезонно. Но это слишком очевидно. Дальше. Моральный аспект брака. Даже давайте сначала рассмотрим юридический аспект, чтобы была связь. Юридический аспект брака. По сути, это договор, такой гражданский, который предусматривает, что в случае прекращения брачных отношений имущество супругов признается общей собственностью. И, соответственно, делится пополам. То есть, здесь как раз вспоминается полиграф Полиграфович с его желанием поделить поровну. Но в отличие от обычного гражданско-правового договора, эти отношения абсурдны. Многие гражданско-правовые договоры предусматривают такой инструмент, как неустойка, выплата неустойки в случае нарушения обязательств. Главное отличие в том, что неустойку платит та сторона, которая нарушила обязательства. По сути, неустойка выступает гарантией обязательств. В случае же с развалом брачных отношений, в финансовом проигрыше, скажем так, остается не та сторона, которая нарушила что-либо в браке, а та сторона, которая наибольшим образом вкладывалась в финансовое обеспечение этого брака. То есть, чем больше вкладывали, тем больше потеряете, потому что имущество будет в большем проценте создано вами. При этом, кто нарушил обязательства именно брачные, из-за кого, собственно, брак распался, роли никакой не играет абсолютно. Может быть, из-за финансово-устойчивой стороны, может быть, из-за финансово-содержимой стороны, скажем так, роли вообще никакой не играет. То есть, получается такой же гражданско-правовой договор, вывернутый наизнанку, вплоть до абсурдности, когда мы можем, наоборот, добросовестную сторону договора наказывать. И, как правило, если взять, скажем, как в математике, при остальных равных, то есть, мы не знаем, кто нарушил брачные, ну, скажем так, довел брак до развала, может, одна, может, другая сторона, поэтому мы этот фактор не учитываем, вообще как бы сокращаем. Кто будет больше отвечать? Тот, кто больше в брак вкладывался. То есть, здесь получается логика, справедливость наоборот. Чем лучше вы себя вели в этих отношениях, тем больше вы по шапке получите в результате. Поэтому тоже вот такой абсурд. Но, опять же, этот абсурд находится в прямой связи с теми процессами, которые были заложены, начало которых было заложено в 20-е годы, в 17-е годы. То есть, вот это вот поддержание интересов вот этой шантропы шариковых. Дальше. Рассмотрим моральный аспект. Что такое государственная регистрация? Это, по сути, опять же, та же гарантия наиболее паразитической стороне урвать в случае развала что-то. Поэтому сама регистрация будет подталкивать такую сторону, не совсем моральную, скажем так, имеющую склонность к каким-то аморальным проявлениям, к как раз развалу брака. Потому что, если бы никаких урываний не было в результате, то и смысла в этом нет. Паразитическая сторона сегодня, этим днем, пользуется своим положением в браке. То есть, например, находится на содержании. Соответственно, в случае развала этого брака содержание закончится. А здесь нет. А здесь вы можете, наоборот, урвать половину имущества. Поэтому, по сути, первое, что с моральной точки зрения выходит на поверхность, это провокация развода. Что выходит на поверхность именно в результате брака. Дальше. Это отношения, построенные на недоверии. То есть, грубо говоря, если не вкладываешь голову в пасть льву, то лев тебе не доверяет. То есть, в случае чего он голову может откусить. И, заметьте, откусит непременно. То есть, изначально, прежде чем строить отношения, вы, по сути, подписываетесь, что в случае их развала, даже не по вашей вине, вы огребете по полной программе. Поэтому, без этого доверия нет. То есть, зачем вообще тогда регистрировать? Если вам без этого не доверяют, то и не надо. Доверия слову нет, по сути, человеческому. Что слову сделаю, что от меня зависит, чтобы отношения, как говорится, поддерживались. Это второй аспект. То есть, опять же, с моральной точки зрения институт брака, мягко говоря, нецелесообразен. Теперь богословская точка зрения. Уж коли мы упомянули именно в историческом аспекте о богословии, о том, что брак изначально, все-таки, в тысячелетиях понимался как церковное таинство, то, опять же, рассмотрим богословский момент. Здесь банальная логика. Если мы совершаем таинство брака, то неужели таинство, совершенное Богом, по сути, церковью от лица Бога, будет каким-то образом недостаточно без госрегистрации? Вот тетенька вам в ЗАГСе там печатку не шлепнет, и, соответственно, божье действие не ратифицировано, по сути. Абсурд. С другой стороны, если это таинство не совершено, то неужели тетенькина печать будет вам давать какое-то божье благословение? То есть блуд сделается браком. С церковной, опять же, с религиозной точки зрения. Нет, он так блудом и останется. Просто для госстатистики он будет зарегистрированным блудом, и государство будет называть его браком. С точки зрения религии такой же блуд, как и был. А то, что он зарегистрирован, государству свойственно, скажем так, статистику подбивать. Государство считает все, даже количество пургена проданного. Поэтому количество сожителей оно тоже считает, называя это браком. Но с точки зрения религии браком это не является. Здесь есть другой момент, что сегодня русская православная церковь не осуществляет венчание в отсутствии госрегистрации. Почему это происходит, кто в этом виноват или не виноват, мы сейчас рассматривать не будем. Это отдельная тема. Кому интересно, почитайте про движение обновленчества в 20-е годы и задайтесь вопросом, куда это движение делось. Поэтому сейчас мы эту тему не рассматриваем. С другой стороны, далеко не все священники откажут в регистрации брака, в смысле в венчании без госрегистрации. Многие откажут, да, но не все. Поэтому здесь стучите и откроют вам, ищите и обрящите. Заодно узнаете, сколько в церкви священников, а сколько попов. На опыте узнаете. Это во-первых. Во-вторых, опять же, если обратиться к священному писанию, то Дух Божий дышит где хочет, пути Господни неисповедимы. И поэтому, если церковь отказывает вам на основе того, что богоборческое, по сути, государство вас не зарегистрировало, вам отказывают в таинстве, то не проще ли вам обратиться к Богу напрямую. Все-таки христиане названы царственным священством, то есть имеют право обращаться напрямую. Обратиться напрямую с молитвой за получением благословения от Бога на эти отношения. Именно в силу того, что благословение через таинство получить невозможно. Здесь, на мой взгляд, будет действовать принцип церковной экономии. То есть благословение, возможно, вам будет дано, возможно, нет. Равно как действие Бога невозможно регламентировать и в таинстве. То есть есть понятие действенности, действительности таинства. То есть таинство может быть совершено, но не быть, скажем так, принято Богом. Поэтому получите вы благословение от Бога или нет, зависит от Бога. А ни от кого бы то ни было еще. И с ним вы можете напрямую общаться, если не получается через церковь. Поэтому с богословской точки зрения, вот что хотелось бы в итоге подвести, с богословской точки зрения блуд не станет браком от того, что его зарегистрировал ЗАГС, а брак не будет в чем-то недостаточным от того, что его опять же не зарегистрировал ЗАГС, эти отношения. То есть и с этой точки зрения регистрация брака нецелесообразна. Поэтому, подводя итог к краткому обзору, регистрируя брак, вы должны понимать одно, что, во-первых, вы тем самым, скажем так, спонсируете, не спонсируете, стимулируете, скажем, шариковых, беря их себе не в работники, не в холопы, а аж в супруги. Во-вторых, вы делаете абсолютно безумные действия, вам не доверяют, вы сами себе, по сути, не доверяете, что вот без печати государства вы сможете как-то отвечать по своим обязательствам. Вы делаете идиотский абсолютно поступок с точки зрения юриспруденции, то есть это примерно то же самое, что, ну, не знаю, мошенникам квартиру отписать. Просто вот заключите такую сделку, квартира ваша будет наша, а вы что с этого имеете? Сделку провернули. Вот, примерно то же самое, то есть сделка безумная, но вы ее совершаете. Ну, и с исторической точки зрения, опять же, мы помним, что когда это возникает, институт брака в современном виде, то есть, по сути, это форма изъятия имущества у законного владельца. Поэтому делайте выводы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова